Китайцы Наверное, как-то так. Возможно, так. Некоторые, скорее всего, так. Только ради этого мастера стоит приехать в Пекин. Всем фанатам Робокопа и Терминатора просьба срочно прильнуть к экрану телевизора. Фу-Юлу. Он создатель. Сверхраса железных людей. Они хотели захватить мир, но покорились ему. Скоро в каждой китайской семье роботы от Фу-Юлу. Здравствуйте. Вы принц? Вы китайский принц? Ву-Юлу изобретатель. Специализируется на роботах. Делает он своих роботов из всякого мусора, который собирает по всем свалкам в окрестностях. Но самое удивительное и невероятное то, что Ву-Юлу за свою жизнь не прочитал ни одной специализированной книги. Представляете? Ни одной! А из образования у него только начальная школа. Как такое возможно? Ну вот как? То есть вы не читали никаких книг и сами все сделали? А что бы с вами было, если бы вы читали эти книжки? У всех роботов Фу-Юлу есть свое предназначение. Робот-таксист. А, это задний ход. Да ладно. Даже задний ход есть. Окей. Ребята, меня везет настоящий робот. Офигеть. А-а-а! Не надо так делать! Это слишком скоростная штука. Ничего себе! То есть вот такой, я иду медленно-медленно, а тут я психанул! Робот-массажист. Это робот, который делает массаж? Серьезно, я думал, он наказывает. Ау! Это очень странный массаж. Очень странный. А сколько стоит такой массажный робот? Как-то не знаю, не нравится мне этот робот. Он какой-то странненький, не? Отшлепуй меня. Извините. Робот, который кланяется. Вот тебе и позанимались. Хорошо. А это... А зачем вы сделали вот такого робота, который кланяется? Вот такой вот робот. Что это за животное? Корову не получилось сделать. Ага. Странное синее животное. Понятно. Только роботы! Только хардкор! Мир вам, люди! Мир всему Китаю! Кроме того, в Уиллу сейчас пытается наладить массовое производство роботов-реабилитологов, которые будут помогать людям восстанавливаться после тяжелых травм. Все роботы работают на аккумуляторах. Каждого нужно заряжать по 8 часов для бесперебойной 6-часовой работы. Кстати, чтобы сделать одного такого робота, нужно полтора года. А есть какие-то роботы поменьше? Потому что это очень классные роботы, но они громоздкие. А до своего дома я на них, боюсь, не доеду. Пойдем? Вот такие небольшие роботы стоят по 500 баксов. Но их нужно предварительно заказывать. Выбираешь, какой тебе понравился, и через месяц заказ будет готов. Вот этот пупсик, это прекрасное изобретение. Он настолько меня пугает и выглядит как-то, знаете, вообще очень необычно. Голова вот так вот двигается. И вот эта блаженная улыбочка, она напугает, мне кажется, любого. Да, 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 да. Да, 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 да. Да. Спасибо. 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 Спасибо.